Ветераны, проживающие на территории Чуварской Республики, уже получили все федеральные и региональные выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы. Но праздник еще впереди. О текущей подготовке к 9 мая в новом формате говорили сегодня в Доме правительства. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе парад под окнами ветерана и концертные площадки во дворах решили отменить. Празднование 75-летия Победы полностью перейдет в онлайн-формат. Для того, чтобы каждый житель смог стать частью главного праздника страны, в сети запустили множество акций и флешмобов. Более 6 тысяч человек приняли участие в акции «Вместе гордимся! Пырле Мухтанатпыр». На портале кап.ру создали общую галерею памяти. Все те истории, которые вы размечаете в сети интернет, собрать в одну единую ленту, чтобы это было уже в одном месте и на долгое-долгое время. Причем мы здесь маленько расширили те инициативы, которые были сделаны. Кроме видеообращений, мы еще пытаемся с каждого собирать карточку о том человеке, подвиг которого вы представили в своих видеообращениях. 9 мая основные праздничные акции пройдут в эфире федеральных телеканалов. В 19 часов после всероссийской минуты молчания всем жителям предложат подойти к окну и, держа в руках фотографию ветерана, спеть песню Давида Тухманова «День Победы». В 22 часа всех жителей, всех городов России и сел предлагается подойти к окнам и зажечь фонарики. Это могут быть свечи, это могут быть фонарики телефонов, смартфонов, это могут быть просто фонарики. Но самое главное в 22 часа у окна зажечь свет. Цель этой акции – свет победы или фонарики победы – поучаствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности. 9 мая – День Победы. Также каждого ветерана ждут памятные подарки. Их адресно, по предварительной договоренности и с соблюдением всех санитарных мер доставят волонтеры Победы. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.